Всем привет! Меня зовут Кристина и добро пожаловать на мой канал. В этом видео у меня педикюр на очень сложных для меня ножках. Далее видео вы поймете почему. Покрытие клиентка делала не у меня, а в салоне и уже пришло время его переделывать. Поэтому сейчас мы с вами начнем преображать эти ножки. Для начала конечно же мне нужно нанести антисептик на ножки и далее я буду приступать к снятию материала. Для этого я как всегда использую керамическую фрезу кукуруза с синей насечкой и работаю на высоких оборотах. Как вы видите ножки у нас уже были не раз подрезаны, потому что длина отросла достаточно длинная и клиентка сама себе убирала длину свободного края. Не знаю что здесь была за база, но она снимается какими-то ошметками и летит в разные стороны. Конечно же мне это не очень понравилось, но я работаю в экране и поэтому мои глаза защищены от каких-либо небольших осколочков этой базы и всего материала в целом. Также я решила спросить у клиентки какой педикюр ей делали. Раньше я уже работала с этими ножками, но тогда у меня еще не было своего канала и я не снимала педикюр. Думала, что вам не очень будет интересна эта тема. Но теперь я снимаю и маникюр и педикюр и мне очень нравится, что у меня есть люди, которым нравится моя работа. Так вот, когда я начала спрашивать у клиентки о том, как ей выполняли педикюр, то она мне сказала, что ей выполняли обрезной педикюр. Но естественно я задала вопрос, размачивали ли ей ножки и она мне сказала, что нет. То есть эту кожу, которая и так очень сухая, здесь очень много огрубелостей, ей просто обрезали на сухую щипчиками или кусачками. Конечно, это подвергло меня в шок, потому что здесь кутикула очень прилипшая и капилляры находятся очень близко. И тогда клиентка мне рассказала, что на среднем пальчике у нее кожица начала подниматься и отставать от самого пальчика до того момента, что ей даже сейчас очень больно ходить. Поэтому я теперь начала прорабатывать не только ногтевую пластину и птеригис кутикулы, а и вокруг ноготочка. Поэтому работаю я сейчас фрезой с красной насечкой, чтобы клиентке не было больно от синей насечки. Здесь, конечно, предстоит очень большая работа. Раньше, когда я работала с этой клиенткой каждый месяц, таких запущенных ножек у нее не было. Но сейчас мы потихоньку будем приводить их в порядок. Думаю, когда я прорабатываю пальчики вокруг ногтевой пластины, вам видно, сколько оттуда отлетает окрубилой кожи. Также я решила пройтись по небольшим натоптышам и мозолькам этой же фрезой, но уже на немного пониженных оборотах. Работаю я, конечно же, с переключением реверса на высоких оборотах для того, чтобы вытеснить весь птеригис. Я очень большое внимание уделила среднему пальчику, потому что поняла, где там отставала кожа, начала прорабатывать фрезой. Клиентка сказала, что ей не больно, и когда я счистила весь этот слой, который начал отходить, она мне даже сказала, что ей перестало теперь больно наступать на этот пальчик. Конечно же, меня это не может не радовать, значит, я добилась того результата, к которому я так долго шла. Кутикула тут достаточно большая, поэтому я первым этапом решила срезать видимую часть кутикулы, которую приподняла при первом этапе прочистки птеригия. Конечно же, за первый раз я не смогла вычистить весь птериги, поэтому решила пройтись еще раз, той же самой фрезой с переключением реверса на высоких оборотах и на всех пальчиках. Думаю, вам сейчас было видно на большом пальчике, как еще раз приподнялась кутикула. Конечно же, я потом в дальнейшем срежу ее кусачками, но вот так происходит на каждом пальчике, то есть я его прочищаю, обрезаю кутикулу, начинаю проходиться еще раз, и как будто этот птеригий я весь и не вычищала. Конечно, это еще не идеальный результат, но уже ножки привели мы в хороший вид и очень сильно их преобразили. Ну и теперь я наношу ремовер на ногтевую пластину и отправляю ноготочки в теплую воду на 15 минут. После этого я протираю их полотенчиком, и теперь мне нужно проверить кюреткой, нет ли у нас вросших уголков, и убрать всю грубелую кожу под ногтевой пластиной. На большом пальчике я обнаружила, что есть небольшое расслоение ногтевой пластины. Видимо, это при прошлом педикюре была неправильная постановка пилки, и перепилили точку в роста. Далее апельсиновой палочкой я стараюсь убрать птеригий и еще раз в отодвинуть кучику, здесь, конечно, ее нужно будет срезать еще раз. Вообще, по опыту знаю, что с этими ножками всегда нужно работать с размачиванием, потому что аппаратный педикюр или же просто обработка по-сухому здесь не подходит. Пришло время обработать стопы, здесь, конечно же, есть натоптыши, и я решила сегодня использовать гей для натоптышей, который заказывала на сайте имкосметик, ссылочку на него я вам оставлю в описании под видео. У меня ножки были в воде, они немного размякли, и теперь я наношу это средство. Далее замотаю ножки пищевой пленкой. И в таком состоянии оставлю ножки примерно на 10 минут. Далее я, когда сняла пищевую пленку, мы помыли ножки, и я начинаю обрабатывать их пилкой. Я еще не могу придумать, как мне поставить камеру, чтобы вам было лучше видно, как я обрабатываю стопы, но я когда-нибудь это придумаю, и вам будет очень комфортно смотреть обработку стоп. Думаю, многим интересна эта тема, потому что смотрю у других блогеров, и там очень часто вопросы про обработку стоп и про проблемные ножки. Сначала я работаю грубой стороной пилки, а затем мне необходимо отполировать кожу. Для этого я использую мягкую сторону пилки. Ну и теперь пришло время вам показать материалы, которыми я работала. Как всегда, я использую вот такой ремовер. Это тот самый гель для натоптышей и мазорий от Рио Профи пищевая пленка. Далее для покрытия буду использовать раббер базу от Тенейл. Красивый цвет от Борн Брэйти номер 10 под названием Макеата. И перекрою ноготочки топом от Тенейл с липким слоем. После обезжиривания ногтевой пластины можно приступать к нанесению базы. Наношу я базу тонким слоем и на ножках не делаю никакого выравнивания. Первый слой цветного покрытия я наношу сразу на все 5 пальчиков, отступая от кутикулы и от боковых валиков. А вот на втором слое я уже работаю по одному пальчику и помогаю себе тонкой кисточкой подровнять материал ближе к кутикуле и к боковым валикам. Но знаю, что на этих ножках есть небольшая проблема. Кутикула настолько прилипшая и там почти нет никакого подкутикульного пространства. Хоть на ножках его и вообще у нас нет, но здесь что на ручках, что на ножках сильно материал пододвинуть некуда. Поэтому я работаю встык. При озвучке видео поняла, что здесь кажется, как будто я совсем не пододвинула материал. На самом деле я его очень хорошо пододвинула тонкой кисточкой. После просушки я перекрываю ноготочки топом. Ну и вот такой результат у меня получился. Если вам было полезно и интересно это видео, ставьте лайк, нажимайте на колокольчик, подписывайтесь на мой канал. Также подписывайтесь на мой инстаграм. До новых видео! Пока-пока!